Победы у Сурица Александра Захарова на чемпионатах мира и Европы повлияли на выбор ряда юных приморцев. Другим видом спорта, в том числе единоборством, они предпочли кикбоксинг. Однако первый в этом виде приморский чемпион мира не единственный в край ориентир для спортсменов. Еще до громких побед Александра Захарова на международном ринге, когда он только делал первые шаги в этом спорте, приморских кикбоксеров вдохновлял Константин Смоленцев. В начале 2000-х он был одним из самых успешных в крае. Соревнования в его память проводятся в Приморье регулярно. В нынешнем году они получили статус краевых чемпионата и первенства и состоялись на малой родине спортсмена в Артеме. Константин оставил хорошую память именно как спортсмен. И на него равняются сегодня ребята из этого района, не только из этого района, но и из самого Приморского края. Все спортсмены, которые выросли, у нас сегодня становятся мастерами спорта, в свое время они именно мечтали и дружили с Константином. На турниры памяти Константина Смоленцева приехали 65 спортсменов из всех приморских центров развития кикбоксинга. Соревнования в одной из самых популярных в крае дисциплин фулл-контакт с лоу-киком. Этот раздел кикбоксинга подразумевает полноконтактные поединки с хлесткими ударами по голеням и икрам. Подавляющее большинство работы ногами – это лоу-кик, удары в голову, удары с разворотом. Одновременно с этим также не забывается и ударная техника руками. Поэтому фулл-контакт с лоу-киком он совмещает в себе весь комплекс и арсенал кикбоксинга. Друг за другом в ринг поднимались юные спортсмены-юниоры. Надежды Краевой Федерации совсем скоро многие из них перейдут во взрослую категорию спортсмены старше 18-ти. Среди них и те, кто решил попробовать свои силы в новом для них разделе кикбоксинга. Мне было трудно пересвоиться с фулл-контакта на лоу-кик, так как ноги не привыкли к этой работе. Из-за этого первое время очень сильно пропускал по голени, по бедру и было тяжело. Но потом со временем освоился и все начало получаться. 20 победителей в разных возрастных категориях, 10 специальных призов за лучшую технику, за волю к победе, за красивые бои. По традиции, по итогам турниров сформировали сборные края, которые будут защищать цвета приморского флага на региональных соревнованиях. Павел Зайцев, Михаил Павлов, Панорама.